Добрый месяц весны Экономическое и астрологическое Когда начнется настоящий звездный год А не просто какой-то там календарный Поэтому будьте готовы встречать весну во всеоружии Для того, чтобы более глубоко и правильно понять Что же нам делать, куда направляться, куда идти Мы поговорим сначала о таких фоновых режимах Фоновый режим, ну вот представьте Допустим, кто-то вам предсказал, что лето будет дождливое Зная это, вы будете готовы к тому, чтобы взять зонтик Иметь плащ И если есть возможность, приобрести путевку На какой-нибудь солнечный берег Турции, Греции Или если вам хватает финансов Испании Но, так сказать, у вас дома Будет идти постоянный дождик Фоновым режимом Хоть и будут солнечные дни Ну, надеюсь, вы поняли, что такое фоновый режим Так вот Фоновый режим марта месяца Делится примерно на несколько таких Периодов, которые связаны с длительным Обращением и движением Таких звёздных Небесных тел планет И для того, чтобы конкретнее разобраться Мы поговорим сейчас О такой планете Сатурн Она находится сейчас В очень сильной позиции В знаке Козерога В своей обители И поэтому все дела, которые связаны С достижением цели Карьерой, профессией Дают результат Поэтому сосредоточьтесь Концентрируйтесь И весь март месяц Вам необходимо Работать, работать Пахать и пахать Но это фоновый режим Это не означает, что именно В марте месяце Вы добьётесь результата Другая планета Более благоприятная Юпитер Которая раньше называлась Звезда королей Большое счастье Продолжает находиться В знаке Скорпиона Скорпион, конечно, немножко Такая опасная Фигура И насекомое Которое может и ужались Но Юпитер Находящийся в Скорпионе Даёт возможность Немножко более удачно И хорошо работать С делами Больших капиталов Инвестиций Работать, так сказать С общим совместным имуществом Не упускайте Возможности и вариантов Для того, чтобы хоть как-то Немножко Приподняться Над обыденным Финансовым положением Юпитер в этом месяце Становится ретроградным То есть движется в другую сторону Это как бы должно помочь нам Работать С прошлым Обратиться к тем Моментам и вариантам Которые связаны с Делами, приносившими прибыль Ранее Подумайте Вспомните Вернитесь, может быть К отложенным делам Это очень хорошо и полезно Работать вот с этим То есть с тем, что было раньше Отложенные проекты И так далее И тому подобное Марс В марте месяце Перейдёт Из знака стрельца В знак козерога Марс Планета активности Планета борьбы Действий Какого-то Индивидуального Рывка В знаке стрельца Он очень мощный Но здесь Могут возникать Некоторые сложности По поводу того Кто кому Чего должен Что можно Что нельзя Зачем Куда И почему В общем такая Ситуация Немножко Связанная С такими Спорами И ссорами Поэтому Когда вы действуете По Марсу Примерно До середины Марта Постарайтесь Уравновесить Своё мнение С мнением Окружающих И особенно С представителями Власти И общества После 17 Числа Когда Марс Перейдёт В знак козерога Цели будут Достигаться Гораздо Легче Гораздо Быстрее У каждого Человека И у вас Тоже в частности Возникнет Много Возможностей Для того Чтобы проявить Свою мощь Напор Интуицию И добиться Результата Но здесь Конечно Необходимо Учитывать Что То же самое Те же самые Качества Будут иметь И другие люди Постарайтесь Не ругаться И не ссориться С начальниками Самое важное И самое интересное Это то Что две планеты Которые способствуют Общение между людьми Меркурий Вестник богов Тот который Так сказать Приносит нам весть Или от богов Или от других людей Или из телевизора Или из других средств связи И Венера Планета любви Красной гармонии Которая связана С неким Шармом Общением С другими людьми Они будут Первый месяц Первую часть месяца Идти вместе Это очень хорошо Это значит Что мы можем Соединить Свою мысль Своё слово С чувством Обаянием Шармом Это значит Что переговоры Могут идти успешно Это значит Что мы можем Лучше Быстрее Качественнее Зарабатывать И знака рыб В котором они будут На начале месяца И Венера И Меркурий Перейдут в знак овна Это как бы Символ начала Нового цикла Нового движения Не упустите его Мы говорили В самом начале Что март Это месяц Начала Нового Астрономического И астрологического Года И когда Венера С Меркурием Переходят Знак овна Это значит Начинается Новый цикл Новое движение Появляется Как бы Весна Настоящая Которая поможет Нам реализовать себя Ибо знак овна Связан С индивидуальностью Человека С его я С началом Это первый знак Зодиака Единица Один Начало Точка отсчета Поэтому Как-то Присовокупьте Соедините С этим Вот перемещением Венеры И Меркурия В знак овна Какое-то Начало Какие-то Новые действия Движения Вперед Весь месяц Как бы делится Примерно На три части Ну Условно Можем мы их Назвать Декадами Первые декады Месяца Очень удачны В это время Хорошо идут Разные финансовые дела Особенно Те Которые Ну Были Эффективными Ранее Если у вас Получалось В прошлом Что-то Постарайтесь Это Использовать В начале Месяцев В момент Первой декады Когда Венера С Меркурием То есть Красота И Меркурий Разум Хорошо и гармонично Соединятся С Юпитером Юпитером Планетой Удачи И счастья Соединятся Они таким Угловым Аспектом То есть Будут иметь Хорошую Быструю Удачную И гармоничную Связь Во вторые Две декады Придется Немножко Подсуетиться Поработать Встретить Некое Сопротивление Но самое Главное Это сопротивление Необходимо Каким-то Образом Контролировать Не стоит Ругаться Не стоит Спорить Не стоит Взаимодействовать Негативным Образом С другими Людьми Особенно Если эти люди Начальники Постарайтесь Учитывать Своё место В обществе И постепенно По чуть-чуть Аккуратненько Продвигаться К своим Целям Учитывая Все возможные Негативные Или позитивные Возможности Надеюсь Что этот прогноз Поможет вам Лучше Ориентироваться В обстановке И правильно Использовать Все благоприятные Возможности Связанные Со звёздным Временем И звёздными Отношениями В месяц И март Удачи Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok